сегодня возвращаемся к передаче дачное карате может быть это будет предпоследний или даже последний раз но тем не менее я обещал такую передачу записать хотя и не в том темпе не в тех объемах которые были скажем так 55 даже в 60 вот за 60 уже трудно прыгать но тем менее спортивная площадка сохраняется вот здесь вы видите боксерскую грушу на стоячей бочке чуть подальше боксерский мешок висит не знаю как насколько он виден с крышей которую я ему приделал в этом году еще чуть-чуть надо доделать там дальше стенд который используется для метания ножей ну я чаще его использую для стрельбы пульками из духового пистолета впрочем тоже достаточно редко но тем не менее вот площадка зеленая лето наступило хотя и ветреная сегодня попробуем что-то показать что-то рассказать и немножко в конце еще такой костюмированный балл подводя некоторые итоги должен сказать что первонаперво в боевых искусствах поставленный удар иногда кстати вот так навстречу камере некоторые мастера делают удары мне довольно странно когда они вот вот так это делают вот так переворачиваю так кулак иногда это хорошо вот такой удар да ну тогда надо так и показывать принципе ну как костяшками вперед можно конечно прокручиванием где-то там в конце да ну вот обязательно поставленный удар плечо от от бедра использования всей массы тела это нарабатывается постановка кулака на цель надо не в боксерских перчатках это набивать а голым кулаком или в таких жестких перчатках которые просто берегут ваши костяшки от сбивания к сожалению ветер поднялся мешает немножко вот первый удар ну и потом какие-то серии даду простейший раз-два раз-два до 1 1 удар не донес 2 донес до или 1 1 1 голову 2 корпус пробил с шагами обязательно с шагами и никогда атака на противника напрямую не идет ушли в сторону бам-бам степ в сторону бам-бам и по-разному правый левой идем налево бьем справа можно конечно его ушел налево ударил слева потом справа но в общем то раз и отсюда уже удар пошел вот этих удары надо нарабатывать вокруг мешка прыгать 1 2 1 2 и уходить все время уходить и раз два не остался здесь раз два папа отошел в 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 вот так работа ног очень важно ушел влево ударил справа ноги не не растопыриваются а идут одна за другой на скачке но главное о чем хотел сказать это все довольно понятно все эти вещи может каждый человек сам дойти просто постучать на мешке понять что противник стоять ведь не будет как груша или там как боксерский мешок он двигается поэтому надо самому уметь ходить такими на эти движения похожие на движение на коньках раз 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 оборона когда уходим уходим вниз то этому раз вот хоп 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 как раз когда уходим уходим вниз опасно получить снизу поэтому закрываемся снизу они сверху так закрылись да ты уже уходишь меньше вероятность у тебя до тебя долетит сильный удар вот и потом как ты отсюда будешь бить то неудобно вот ушел снизу защитился чтобы не прилетел там что-нибудь нехорошее колено или что-нибудь еще ну по крайней мере закрылся главное о чем хотел бы сказать это все понятно это о том что есть разные ситуации есть ситуация спортивная там все регламентировано там есть судья и там могут конечно конечно случаться какие-то тяжелые истории они периодически случаются но скорее то у тех кто занимается спортом высших достижений когда конкуренция очень жестокая когда правила в ммм там бывают совершенно зверские но все равно там есть правило там нельзя бить пальцами за это наказывают там нельзя бить в пах если это сделано намеренно то накажут сурово могут даже выгнать с площадки дисквалифицировать если там коленом ударил когда противник на три точки опирается и прилетела в голову то это тоже если противник не смог продолжить то значит на этом все заканчивается и тому кто ударил записывает поражение все регламентировано в боксе тоже регламентировано на колено встал все там начинают отчитывать белое полотенце выбросили бой закончился в жизни такого не бывает в жизни есть две ситуации гражданская и боевая гражданская но это потасовка на улице она может перевести перейти в боевую потому что могут напасть там несколько человек или противник может оказаться неадекватным там схватиться за нож или за разбитую бутылку и угрожать жизни то есть пока угрозы жизни нет можно считать что это ситуация гражданская для гражданской ситуации важно иметь навыки навыки ближнего боя потому что ну это на ринге можно кружить там разрывать дистанцию пространство есть в жизни пространство как правило немного и не побегаешь от противника до уклон энергии все это понятно и так далее но есть универсальный удар ногой да вот опа противник наступает в корпус просто просто в корпус или передней ногой на скачке эти удары надо осваивать самые простые ничего в них сложного нет подтянул колено и нанес удар главное что если у тебя передняя нога идет вперед ну как птичка поет да если передняя идет вперед то надо подшагнуть задней ногой можно и на месте туда отойти назад потому что обязательно если сталкиваешься с преградой тебя бросает назад для того чтобы пробить сильно надо центр тяжести туда бросить бросили но противник все равно сильнее оказался значит назад чтобы остаться в устойчивом положении быть способны продолжать бой или вот удар в ногу в корпус либо мыском это в ботинке либо подушечкой под пальцами если босиком или мягкая обувь либо пяткой вперед даже можно отклониться вот но вообще-то надо бросать в противника ну это легкие удары они могут перейти один в другой вот ну руки я специально опускаю чтобы показать так руки конечно от держать на месте но гражданская ситуация никогда не начинается с приятия стойки это можно кого-то пугануть ну это значит сигнал тоже подать ну вот хамит человек хамит вот ты недоумеваешь ну ты не делаешь руки так это уже начало боя тут же как ты поднял руки в принципе я должна бить или от тебя бежать ну поэтому выбор есть например то же самое когда схватка грозит перерасти смертельную у тебя есть нож ты вынимаешь его и просто показываешь ты же убивать вообще не хочешь никого или резать там если противник продолжает наступать и ты чувствуешь угрозу жизни тогда можно им воспользоваться ну и здесь тоже в зависимости от ситуации или принял стойку ну можно такую принять и получить в корпус можно просто приподнять руки если летит что-то в голову надо быть к этому готовым вот а в принципе вот разговор на повышенных который переходит сейчас будет драка или ты получаешь раз получил получил это сразу вот отсюда не не отсюда потом сюда да а прям даже там рука свисала и все в процессе движения она приобретает ту начальную позицию из которой наносится удар обе руки одной рукой с серьезным противником не справишься даже если он не профессионал а если профессионал вообще сложное дело в боевой ситуации ну уж все средства хороши поэтому если профессионал наработан на спортивный поединок то у вас есть кое-какие шансы если он наработан на боевой поединок шансов практически нет но все равно любой шанс минимальный надо использовать и продолжать сражаться как говорится до потери пульса ну вот сделал я такой мешочек минус в том что стало очень шумно когда по нему бьешь все вибрирует я не сомневаюсь что тут сварка такая что ничего не отвалится вот вот такие удары если кому-то хочется вот на этих ударах наработать себе там суставы мощи так далее скорее всего провалитесь не надо убивать свои свои суставы тем что беспрерывно лупить вот эти вот ужасные удары надо уметь наносить их то есть иногда надо это делать вот вообще так легкие вот легкими ударами работаем работаем нарабатываем технику а мощь ударов надо на отжиманиях на отжиманиях отжимаемся до потери пульса но тоже если у вас нарастают бугры вы отлично отжимаетесь а удар у вас не будет проходить потому что мышцы не готовы поэтому надо надо конечно и ударку ударку нарабатывать и самое главное все должны это знать скорость 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 точность попадания и скорость на скорости точнее попадешь пока противник соберется ударить ты уже его огорошил чем-то и он способность сопротивления потерял важно понимать в какой ситуации вы находитесь надо спасая свою жизнь или жизнь других людей работать акцентированно и можно сказать убивать насмерть или это гражданская ситуация где сильные повреждения противнику обернутся против вас если есть угроза жизни она очевидна она бывает не очевидна как мне тут в ментовке объяснили был у меня один конфликт ну собственно это довольно широко известно что угроза должна быть не просто очевидной а обстоятельства должны сложиться так чтобы по объективным причинам можно было считать что угрозы жизни есть ну если на тебя идут с ножом угрозы жизни очевидно есть то есть здесь все средства хороши лучше конечно человека с ножом не допускать на ударную дистанцию а найти что-нибудь просто вот под ногами не знаю доска вот у меня случайно не готовился доска вот дачная карате доской в принципе вот тычковый удар очень очень мощный в голову в ногу вот с усилием бам бам вот отсюда отсюда и снизу по рукам по рукам по ногам что угодно просто подхватили и использовали против человека который уже может он и не знает будет он вас убивать или нет или не собирается убивать но он сделал вам навстречу несколько шагов с ножом вы можете пару шагов назад сделать если есть куда а если нет куда отступать то очевидно что есть угроза жизни может он просто хотел вам нож к горлу приставить и отнять кошелек или просто оскорбить там запугать и так далее но все с ножом или предмет похожий на огнестрельное оружие вы не обязаны разбираться в типах этого оружия там ну профессионалы смотрят на размер дырочки и понимают это боевое оружие или это просто пульками стреляет какая-нибудь мелочевка вот то же самое да ушел в сторону захватил но сначала как бы да что-то что-то хочешь я сдаюсь потом ушел пистолет в сторону отвел удар в челюсть там перевод через верх чтобы себе влопнет перевод руки удар пяткой в пах ну тут повыше просто подкинул ногу специально показать что она есть да перевел удар в пах удар в корпус можно ну не дотянулось рука не сломалась в обратную сторону и то же самое в пах в корпус этой же рукой вместе с пистолетом в морду просто потому что одна рука против двух не сработает но он может другую руку подключить да если сможет если у него болевые ощущения не остановят его в принципе вот ну что еще про удар 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 ногами не наработанное не используйте ну есть простые вещи там вот у меня есть такая фиговинка для высекающих ударов старое старый мешок мой да такой удар что может после этого и никому не захочется с вами дальше продолжать сражаться просто сломали лодыжку и все одним ударом вот ну надо в принципе для подготовки надо понимать что в ближнем бою надо локтями уметь работать да это вообще самый мощный удар рукой еще прихватил голову в корпус там если вниз ушел там раз и пробил да ну если человек конечно как на тебя просто валится да надо отойти в сторону и добить да удар сверху там если он согнулся надо его бросить на пол скажем вцепился себе в ногу это нельзя на ринге там в октагоне нельзя бить сверху вниз по хребту а тут ну да вот пошел он в ногу ну важно не обе не отдать одну можно отдать и прямо можно либо в шею бить сверху либо в позвоночник ну куда придется потому что проход в ноги фиговая штука многие борцы практикуют и этим пользуются ну показал раз два оп раз два и сюда раз два ты отступаешь а он тебя все равно ловит и затаскивает под себя ну поэтому надо надо уметь и когда ты опракинк на спину бить в голову притянул голову ударил в принципе удар в висок должен быть такой выключающий только у спортсменов такой высшей категории ну во первых есть определенные природные способности во вторых есть навык уклонения таких ударов и там как-то отодвижение как-то чувствуют что этот удар будет нанесен поэтому как-то хотя бы на несколько сантиметров голову убирают и удар смягчают обычно человек этого не может поэтому тоже удар вот такой сверху это он скажем так на ногах не очень смотрится а когда противник лежит на тебе и вот здесь его голова то есть можно вот так но размаха нет а если вот так замахнуться бэнтс вот вполне возможно что противник выключится поэтому как бы нижний контур тоже надо отслеживать вот в чем высокий профессионализм бойцов высокой категории высоких достижений они смотрят не на руки не там не на ноги они в целом в целом видят ситуацию и по некоторым движениям понимают с какой стороны сейчас начнет прилетать с какой стороны вот начнет противник он сейчас покажет с левой и ударит с правой или ногой сейчас ударит или сделает подсечку высекающий удар по ногам чувствуют это большинство конечно не чувствуют и поэтому там где вот есть это обычная некомпетентность для широкого круга людей вы должны быть чуть-чуть компетентнее это даст большие преимущества много есть различных единоборств бокс одно из прекраснейших аристократичная системная с большими традициями занимайтесь боксом берите перчатки полегче потяжелее работайте хорошее дело традиционное каратэ тоже прекрасная система занимайтесь каратэ не только да не только вот этими ударами но и работайте ногами коленями локтями можно пальцами все очень хорошо у кого растяжка тот в голову без растяжки тоже можно достать руками ударных поверхностей гораздо больше чем в боксе поэтому костяшками с этой стороны в общем масса всяких удовольствий кто может тренируется а в общем то выше чем в печень зачем печень влепил и все закончилось есть и другие виды единоборств самбо дзюдо прекрасные системы я бы так рекомендовал в детстве покувыркаться айкидо потом самбо дзюдо где-то в подростковом возрасте потом в младших юношах где-то там лет 16 17 ну может до 20 можно и боксом позаниматься пару лет а потом каратэ на всю оставшуюся жизнь ну и пойдем заниматься дачное каратэ а лучше в дзюдо у хорошего мастера ну у кого мастера нет тот посмотрит дачное каратэ за несколько лет может быть что-то для себя извлечет это каратэ и это тоже каратэ и это тоже каратэ и это каратэ и это каратэ ну вот так думаю что состоялось прощание вряд ли я когда-нибудь снова одену кимоно повяжу пояс квалификации уходят с годами ничего не попишешь но остается память остаются для вас ролики дачного каратэ который вы всегда можете посмотреть какой-то опыт это не опыт какой-то там чемпионский или какого-то супер учителя это опыт обычного человека который может пройти в общем-то любой чему вас и приглашаю слава Руси занимайтесь спортом занимайтесь каратэ господи спаси босс